Среди скелетов, первобытных животных, актеры новосибирских театров показывают моноспектакли. Прикоснуться к истории зрители могут в прямом смысле этого слова. Почему бы не провести в Институте археологии какие-то совместные с Союзом театральных деятелей проекты, которые имели бы интерес у зрителей. И мы начали фантазировать на эту тему. Сидели фантазировали, что же это может быть. Сначала, естественно, начиналось это все с обычных каких-то концертов, да, ну там, фольклорные группы пригласить или еще что-то. А в процессе почему бы не рискнуть и не сделать такую вещь, как пригласить сюда настоящих артистов из театра. Привычной для многих зрителей сцены нет. В центре только лавочка и шаманские атрибуты. Актер находится буквально в паре метров от аудитории. Полное погружение в историю. Здесь идет разговор со зрителем наедине. Поэтому не все артисты идут найти эксперименты. Это, как правило, выборочные люди, которые идут с нами до конца. Очень давно это было. Это древние старики нашим прадедам рассказывали. Было еще тогда, когда звери и птицы человеческий язык понимали. Ложность в том, что это не пьеса, то есть не драматургия, а, соответственно, маленько другой подход. Подход, наверное, рассказчика именно. Просто рассказчика истории. Вот опять же, это новое для меня амплуа, потому что я еще не рассказывал никакие истории никому. Вот так вот, чтобы люди собрались специально послушать. Поэтому это необычно, не похоже на то, что в театре, когда мы пьесы играем. Поэтому интересный новый опыт. После спектакля сотрудники музея проводят разбор персонажей-легенды. Поэтому любой зритель, даже малопонимающий в истории, сможет понять суть постановки. Продолжение следует...